Любая роль актера, пускай даже самая маленькая, она всегда значима. Она поднимает настроение зрителю и заставляет искренне смеяться и переживать за героя. Творческой копилки артиста, сотни киноленты, спектаклей. Я спешу представить народного артиста России Георгия Штиля. Георгий Антонович, во-первых, очень рада вас приветствовать в нашей программе. Спасибо огромное, что уделили нам внимание, поскольку творчеством интересуются многие зрители, да и многие люди, мне само интересно узнать подробности вашей карьеры, как она развивалась. Будучи ребенком, подростком, вы еще тогда думали, что актер – ваша будущая профессия? Нет, ни в коем случае. Я вообще о профессии даже не помню. Когда уже 15-16 лет, тогда, может быть, уже стал думать о профессии. Но конкретно нет. Хотелось стать моряком. Я уже был принят в училище морское. В Ленинграде оно сейчас существует. Но когда я там все сдавал, то его перевели потом в Архангельск. Я приехал в Архангельск. Форм уже выдали, все. Среднее мореходное училище, среднее, не высшее. И с кем-то подрался. Меня выгнали. Поступал в летное училище. Только вот реактивные двигатели. Только вот сделали самолет МиГ-15, по-моему. Это на, сейчас скажу, на Московском проспекте. Московский проспект. В середине Московского там было училище. Но я все сдал. И завалил немецкий, который знал лучше всех, наверное. Потому что я до войны учился у немки. Но так я ненавидел все немецкое. Что этот экзамен у вас... Завалил. И опять меня не приняли. И так получилось, что у меня друг был, он очень спортивный. Говорит, пойдем в технику, в физкультуру. Я говорю, пойдем. Я был здоровый, крепкий человек. Я в Башкирии прожил 4 года. В сентябре, как в ноябре. Вот когда нас бомбили сильно очень. Нас детей всех насильно просто увозили. Мама, брата, бабушка и я. В Башкирии мы жили. Ну, у вас тяжелый, да, вот этот период войны. И после, вот когда я окончил, вот в 48-м или в 49-м я поступил, два курса кончил, и меня в армию взяли по спецнабору. Но мне пришлось после армии, значит, закончить технику, чтобы было среднее образование, чтобы можно было куда-то поступать. Я закончил его, и в 56-м году был принят в Амгатскую студию в Москве. Приехал туда, посмотрел, Москва не понравилась, все не понравилось. Позвонил в Петербург, а я уже был в Ленинград. А я уже был в самодеятельности Дома культуры промкооперации. Я позвонил режиссеру, который руководил этой самодеятельностью. Она сказала, приезжает тут хорошая женщина, талантливая актриса, Элизет Ивана Тима, еще артистка театров до революции, была первой красавицей в 12-м и 10-м году. Она набирает курс, профессор. Я пришел и поступил. Можно сказать, что никакая специальность, даже простая, нетворческая, не может запретить человеку, например, проявлять себя, то, что он хочет. Он может официально работать, но формально. Даже, может быть, повышение какое-то есть. Есть очень много даже больших людей, которые любят петь. Кто-то. И он идет самодельно. Ну, когда человек какой-то пост имеет, ему просто неудобно. Чтобы он еще ходил там в какой-то самодеятельности. А я знаю, когда я был в самодеятельности в Доме культуры промкооперации, сейчас Дом культуры Глендсовета, там было столько кружков, и все бесплатно. Кем хочешь стать, приходи и учись. Речь была, там, театральный коллектив, киноколлектив. Ну, все, что угодно. И все. Принимали просто. Ну, прослушивали меня, тоже прослушивали. Но так как я осенью пришел, уже набор был весь. Там и старики были, и новых набирали. Меня тоже, вот, вне конкурса. Потому что я деморизованный Советской Армии. Если немножечко отмотать назад, вот то, что мы говорили, просто поступая в Амхат, ведь всегда в творческие вузы очень большая конкуренция. Даже сейчас. Иногда очередь прямо с улицы мы видим. Насколько было сложно тогда поступить? И чем вы отличились? Я пришел сначала в ТЮЗ, к дедушке русского ТЮЗа, Александру Санычу, Брянцеву. Он прослушал меня. А мне было 25 лет, когда я окончил армию. Он говорит, Жора, тебе нужно идти в театр, не надо тебе учиться ничего. Ты научишься с годами. Я говорю, нет, Александр Саныч, я хочу учиться. А там был ТЮЗ, я, видимо, поздно уже пришел. И кто-то мне сказал, МХАТ, несколько артистов, каких артистов? Народных артистов СССР, которые в кино видел, и которые для меня были, очень любил кино. Кумиры были. Тарасова, Масальский и Грибов. Они набирали курс. Я приехал. Мне дали ключ от общежития на Трифоновке. Я пришел, постучался. Сказали, там кто-то еще живет. Но уже все водпос кушали все. Это летом было. Не летом, осенью. Я постучался. Я говорю, Войдите. Стол стоит. Две кровати. Сидит человек молодой, таким пышным волосом. Что вам? Я говорю, Я вот поступил в МХАТовскую студию. А, абитуриент, значит? Я даже не знал, что такое абитуриент. Слово. Я говорю, не знаю, вот, приняли, все, буду учиться здесь. А тогда учиться в МХАТе, это не представляете. Это был Леля Табаков. Его не взяли в театр, не оставили. Он закончил уже. Потом он стал директором МХАТа. Много воспитал очень учеников достойных. У вас немало, то есть, друзей, немало известных актеров. Это Владимир Высоцкий, да, и Андрей Миронов. Ну, то есть, это не только коллеги, это большие друзья стали. С тем, кем я снимался. И я не могу сказать, что мы были такие друзья, что ходили друг домой, потому что все-таки он в Москве жил, я здесь. И только начинал, только начинал, когда в театр поступил, я даже его не знал. А мы с ним даже чуть не подрались. А что это за история? А история такая, одна артистка, которую я знал еще в Ленинграду, театра, где Володя играл, она сейчас народная артистка, не буду называть фамилии, очень хороший человек. Мы с ней где-то здесь познакомились, в нашем центральном институте. Она там уже была актрисой, она была Жора. Мы где-то встречались, встретились где-то в Москве. У нас спектакль потрясающий, там такой артист играет, потрясающий. Я говорю, а кто такой? И Боженко, Леша Ибоженко. Я говорю, я приду. А спектакль назывался Человек из Сэсчуаня. И я пришел, когда в театр, ну, не то, что опоздал, а уже двери закрывались. Уже садят. А эта женщина, которая вот, ну, я посажу вас, а я не по билету, а она мне сделала контрмарковку. И он немножко ногой сзади так, со спины. Я уже входил, я его споил за горло, вот это, когда на гитаре играл. Это был Володя Высоцкий. А второй был тоже, с которым мы неоднократно снимались. Который, вы тоже хорошо знаете, его друг. Который пел много очень. Пел. Он любил петь русские народные песни. Вот его тоже, к сожалению, уже нету. Золотухин. Знакомство произошло вот в таких простых Они, оказывается, перед спектаклем, у них так положено было, зрителей развлекали. Ну, вот с Андреем Мироновым вы тоже играли, да? И с Андрюшей Мироновым, я даже не помню, где мы с ними познакомились, в какой-то картине. А потом, ну, мы не на банкетах, а у нас были, мы ездили в Москву частенько и отчитывались, как бы, и Сережа Юзкий делал такие вечера. Встречи. Встречи такие смешные. И московские актеры, и грандские актеры, мы все очень дружили. И там где-то я с ним познакомился, потом еще не помню. А познакомились мы на картине, сейчас скажу, где я играл там, маленькая у меня была роль, но жил я долго в Латвии вместе с ним и учил его в теннисе. Он, когда узнал, что я в теннисе, говорю, ой, как я хочу. Я его учил прямо в гостинице, где мы жили. У него в глаз один раз попал мяч, а ворсинки шерстяные. Туда забились? И ходил с закрытым глазом часов пять, наверное. Я говорю, ничего пройдет, она выйдет, не волнуйся. Это настоящая шерсть, так что там гадостей никаких нет. Голубкина приехала, ему уже не играли. Нам с ним как-то так вот хорошо. И он буквально через, может, в этом году, на следующем году, трое лодки снимали. По-моему, это его последняя картина была. Или предпоследняя. На гастролях его не стало. В Риге. Ну и вы более 50 лет работаете в театре ВДТ. 58, 59 год. И с тавстаногом почти 30 лет. И в этом году театру 100 лет. Было уже. Да, колоссальная дата. Что для вас значит эта дата и вот эти годы в театре? Изменился ли, кстати, зритель вот за это время? Конечно, изменился. Ну, больше стало молодых. Молодежи проходили больше. И слава Богу, у нас каждый день полный зал. А если вы сегодня останетесь, посмотрите, полный зал. Ни одного места свободного не будет. Почти на каждом спектакле. Здесь на всех спектаклях. У нас еще другой театр есть на Каменном острове. Ему, по-моему, около 300 лет. Как Петербургу почти. Ну, около 200 с чем-то. Есть и 50 лет. Это театр, который был построен без одного гвозди. Мы совсем мало затронули ваши роли. Они, по большей части, все были очень оптимистичные, позитивные. И зритель хотел просто смеяться, искренне смеяться, переживать. Даже в отрицательной роли искал всегда. Потому что бывает, человек отрицательный, играет очень здорово, положительно, хорошего человека. А потом оказывается, Господи, он с уголочной порядочной. А бывает наоборот. Думая, что человек такой нехороший, а он закрывает тебя своим телом. И душу вкладывает во все это. А у вас были роли, которые вам давались сложно? Каждая. Когда маленькая роль или эпизод, его надо сделать. На нем надо очень много работать, чтобы какой-то характер создать. не перевоплотиться, как у нас говорят, перевоплощение. Я не верю в перевоплощение. Вот мы... Я знаю, Валентин Гафт такого артиста, знаете? Конечно. Замечательный артист, замечательный, умный человек, замечательный. Вот он тоже в это перевоплощение. Многие. Потому что перевоплотиться невозможно. Ну, сыграть собаку вы можете, но сыграть собакой и стать все равно не станете. Вы можете какие-то черты собачьи. Черты какие-то взять. Но собакой живой не станете. Правильно? Артист должен чужое жить судьбой, но быть самим собой. Вот это я так считаю. Мне кажется, зритель тоже чувствует, когда актер просто отрабатывает свою роль, когда он не проживает. Ну, конечно. Всегда надо стараться играть. Ну, не играть, работать. Я не люблю это слово играть. Играют дети в игрушки. Но дети играют, там, кормят молоком куклу, собачкой, там, что-то. Но они получают удовольствие друг от друга. А тут надо играть, и еще сидит там тысяча человек. и каждый должен слышать каждое слово твое наверху на третьем ярусе. А не то, что старик, громче! Бывали такие случаи? Да. А как же, когда не слышишь, он раздражается, что-то там шепчет. Я вот сейчас в кино, у нас есть много сериалов, да, иногда просто, ну, да удивление, хорошие актеры играют хорошо, но я ничего не понимаю, о чем он говорит. Что-то вот бормусит вот так. И дети так же очень искренне все играют, все, они верят в то, что она делает. Но это же театр. Значит, надо говорить немножко так, но это было так, чтобы, ну, как мы с вами беседуем, я сейчас просто говорю. А в театре я должен говорить немножко с посылом, и в то же время не потерять это нужно, чтобы меня учили проходить школу просто чтения, речь должна быть, русская, нормальная речь. А у нас даже молодые девчонки играют сейчас с современным акцентом. Слова, которых, ну, конечно, когда они играют, может, это хорошо, но я уже как старик, уже я чувствую, что это не то, акцент есть, есть слова, которые мы никогда не говорили. Ну, жизнь современная идет, конечно, вперед, может быть, это и хорошо, когда молодежь это понимает, и все это, но у меня это, и она есть, русская речь, есть слова, дали, речь красивая, ее можно выразить очень здорово, а еще мать подложить, но не говорить, внутри, а я противник страшный, мата ей в кино, ну, что-то там, я не знаю, как отрицать, но в тюрьме там кто-то сидит, это все, понимаете, мне не нравятся футболисты, вот, когда у них руки все расписанные, взять, не тюремщики, они, у них есть свое, я не говорю, что это для них плохо, может, у них это радость, когда они вот, что-то делают, как-то вот, выделяются среди других, а когда все это, видишь, девочка расписана, не знаю, мне, я, наверное, не современный человек, нет, просто это не должно быть нормой, ведь всегда, конечно, ведь дорого смотрится, чистое тело, без татуировки, нет, можно что-то, где-то, какую-то точечку поставить, но не расписывать, что у тебя рука прям как синяя, или нога такая же, ну, только очень глупый человек все знает, а первая, ваша супруга Рима, вот, насколько мне известно, да, вот ваше знакомство, что вы пригласили ее на свидание, да, не в театр, как это было бы традиционно, а на футбол, да, посмотреть футбол, в зенитах, и все, почему, почему тогда было принято решение? Ну, просто было, я любил матч, который я никогда не пропускал, и главное, я ее оставил там, потому что у меня был спектакль какой-то, и я убежал на второй акт, я был не в первом актеме, к девяти часам я успевал все. То есть она осталась досмотреть футбол? Да, ну, с моим товарищем. Она была связана с творчеством, или нет? По-моему, я ее один раз заставил сниматься в кино, «Будьте моим мужем». И очень смешной эпизод был. Вы смотрели этот фильм? Да, «Будьте моим мужем». Ну, вот, я там все время, там, хочу быть, жениться, и пристаю к девчонкам, но они там мне все время по морде дают. И вот эпизод, значит, пришли к нам в гостиницу, работники, у нас артистка не приехала. А жена была симпатичная. Нужный эпизод, вот какая-то женщина, немножко, там, три-несколько фраз. Вот. И она должна была, а я увлекся женщиной, которая сидела на горе наверху и писала море. Маринист. И я ей рассказывал, как мне везет, я хочу, вот, а мне все равно ни за что, я не хам, ничего. Вот. А она идет, с горы кричит, «Ах, вот ты где!» А говорил, что на ваннах, я оборачиваю, нам дают по морде. Ой, извините, я затылками ошиблась. То есть, я ее не знал совершенно. у вас затылки одинаковые с мужем, с моим мужем затылки одинаковые. Ну, смешной эпизод. Я помню, как она, то у нее трава, память была исключительная, но все равно все забывала. Там вот все сказать, то, что вот, извините, у вас затылки с мужем одинаковые. То колется, ноги чем-то уколола, то... и всегда считала, что это... это... ну, хотя актеров любила, но считала, что это... это ерунда, это так. А когда сама попробовала, поняла. Сейчас же режиссеры в театр не ходят. Потому что от режиссера кино не зависит. Зависит от продюсера. Он будет... Какой-то штиль там... Дайте мне вот этого. Мой родственник. Он будет сниматься. Я нет. То есть сейчас изменились критерии подбора, Абсолютно. Тогда ходили... Они все ходили... Очень много киношников таких вот, ассистенты, режиссера, актеры. Все знали все друг друга. И ходили в театр смотреть. И можно было показаться на телевидении и сказать, ну, дайте мне этого артиста, дайте мне вот этого. Я хочу попробовать этого. И испроб шедевры. Залог семейного счастья, несмотря на большое количество работы. Вот в чем он? Ну, у меня жена грузинка, которую я люблю, и живу, можно сказать, что я выживаю. Она за мной ухаживает. Мы с ним дружим. Ругаемся иногда так, но спорим большей части. Но мы вдвоем как шерочка с мошерочкой. Водим сюда. А за грибами в лес вот сейчас начнется за грибой. Мы как на грибах и познакомились. Чудная женщина. Очень талантливая. Врач очень талантливый. Многих людей спасла. Она остеопат. И у нас с ней полный союз. Наверное, до конца жизни. За что благодарите Бога в своей жизни? Все встречи были не случайные. Жизнь насыщенная. Я каждые пять лет участвую. Прижойте, господи, дай мне еще пять лет, пожалуйста. Но у меня как-то у меня были какие-то в жизни такие, но смертельные случаи. И всегда он меня спасал. Я вам сказал спасибо. Огромное спасибо. Вот проси все, что хочешь. Я для тебя сделаю. Ну, не знаю. Вадим Владимирович поздно задает эти вопросы такие. И последнее его последнее интервью мне очень понравилось. Особенно с Кудрином. Как-то вот такой серьезный разговор настоящий был. Хороший. Субтитры сделал DimaTorzok